доброе утро друзья я опаздываю ну как опаздывал видите часы говорят 10 ой птенчик маленький смотрите вы наверное не видеть он летать не может воробушек ничего научиться жизнь научит и летать и все на свете делать смотрите я в новом платье это надо же иметь такое желание чтобы с утра встать и идти гладить его представляете да было такое желание рано встала поэтому я сейчас рано стою поэтому ремень есть совсем чарли там нет кошки нет она ушла я уже отработала пойдемте на море посмотрим хотелось сегодня на пляж поехать а потом вспомнила меня фарш лежит в холодильнике пельмени надо пить а то фарш пропадет а там прямо у него достаточно а замораживать а потом опять размораживать то ведь пельмени замораживать мне так не нравится чтоб фарш был 15 раз замороженный смотрите какая красота я вот на этот пляж хотела приехать сегодня ну ладно завтра приеду море никуда не денется главное чтоб шторм не накатил там говорят хорошо дистанцию все соблюдают я уже собрала какую-какую информацию вот проверяющих много в общем там горит все спокойно проверю посмотрю поеду сейчас меркодон кое-что надо купить хочу опять взять корбину вот это вот который мне понравилось он там лежит прям сейчас приду и пожарю а еще этим мидии тоже возьму мидии сделаю мы так в собственном соку они сегодня евро 95 это как я не приду их никогда нет мидии так а будет у меня вкусняшка мидии наверное на завтра оставлю чтобы мне их муж почистил сегодня вечером так что и так вот стою в очереди моя закупка я тут чищу мидии надо вот очищать от вот этих вот всех водорослей вот я почему-то так хочу мидии что я сама их почистить ну так вот просто ножичком поскрябать а вот и вот это все отобрать сейчас покажу вам как я их готовлю берем чешню чеснок и вот так ему режем ну в принципе как вам нравится так режьте ну чтобы тоненько было на сковородочку глубокую наливаем оливковое масло нет уже карбина жарится и высыпаем чесночок чтобы он подзолотился и отдал свой вкусный вкус туда можно кинуть лавровый листок прям с палками не палки не надо палки уберем лавровый листок ничего еще можно кинуть перец горошком прям чуть-чуть поджариваем чесночок уже пошел обалденный аромат и вот чеснок видите поджаривается и прям закидываем туда наши ракушки и винца винца нет не проблема пиво немножко и лавровый лист друзья петрушка и все закрываем крышкой не ворочим ничего и ждем пока все ракушки откроется вот так ждем когда ракушки все откроется не соли соль вообще не прям вот не рекомендуют совсем потому что медицинские соленые но они же морские вот и сейчас покажу что купила в принципе я ездила за месорными мешками ну а по походу по походу в общем кукурузку купила свеженькую такая вкусненько она у нас сейчас рубль 90 стоит два початка вот где-то был чек но не знаю два вот таких мороженых взяла там по два штуки кокосы очень вкусные семечки пара огурцов кофе вот такой без кофеиновые сахар тростниковый это вкусняшки для чачи для чачи для чарли чуч соединила чучи с чарли у меня получилось для чачи ой не могу так смотрите как бурлит буду рыбку переворачивать и по продолжим смотрите мидии все открылись выключаем и обязательно нельзя переваривать все готовы видите запах стоит нереальный все сейчас буду дожарить рыбкой буду кушать так черника голубика гаспачо вот такой вот я сначала хотела рыбу с гаспачо потом салат свой любимый в убить дела вот буду решать то ли гаспачо то ли наверное гаспачо все-таки с рыбы с мидиями идет больше гаспачо тунец закончился ну и все в принципе вот этот вот кстати хорошо такие баночки маленькие и вот на одного человека очень удобно то обычно покупаю большие банки кукурузы и выбрасываю в общем вот так вот она а ящик и поныне там в общем заставила как бы мужа чтобы он не прилепил у него оказалось что вот брокки вот этот брока вот этой фигни нету подходящий поехал купить старый телефон надо его кстати спрятать поехал купить чтобы вот прилепить вот эту штуку нас так пасмурно на улице прям кое в каких местах идет дождь но у нас никакого дождя нет если он даже если и пойдет то это только какой-нибудь это грязевой потому что летом у нас обычно три капли грязи опускаются на с небом в общем сегодня все откли откладывается пельмени тоже откладываются потому что меня просто-напросто в морозилке нет места представляете я мороженое сегодня вот купила еле-еле вот туда впихнули не знаю нету места поэтому думаю если я даже слеплю то есть фарш я кое-как вот так сделала кое-как запихала туда лежит а пельмени их же нужно их же вот так не сделаешь не пожар каешь и в общем да они там гвоздики но у меня есть и баклажаны которые я уже собираюсь сделать не знаю уже две недели наверное вот но дело в том что это длительный процесс когда я приезжаю с работы мне очень хочется пожрать вот и думаете о том что там баклажаны делать то что-то как-то не хочется я знаете что сейчас сделаю я сделаю пол заготовки такие то есть запеку полу запеку баклажаны и сделаю начинку а завтра просто приду с работы начиню это все и отправлю в духовку на я такая дура я в общем сегодня должна была купить сыр даже его написала в этом в памятку там но не в памятка не памятка как от назвать того где все в телефоне там подписываешь все написать то написала даже посмотрела говорю о все купила и пошла домой прихожу домой а сыр я не купила но у меня там есть маленько сыра так что прорвемся без сыра вкусно будет тем более там же будет этот как его называет кессу фреску творожный сыр ба пока я наверное сейчас посуду помоя то я после обеда то это не помыла посуду им нет такая разруха сейчас помою посуду а потом уже есть два баклажан чеки у меня же кукуруза есть блин лежит она меня манит 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 пиво открытое мне совершенно не нужно ее все равно никто не будет так что выбрасываю жалко но все равно выбросить придется а знаете как обычно храню храню в холодильнике все храню а потом рано или поздно все равно выбрасываем мне банка я оливки тут сегодня мы доели так а может быть ее помыть и для закваски наверное здорово сильно куда-то я повернула сама куда-то смотрю туда или не надо ладно буду посуду мыть и думать что делать с этой банкой наверное я ее выброшу нафиг она мне нужна как снежин катаю я тут на днях еще кашу варила это какую кашу то вкусная каша была а вот какая рисовая рисовая так ладно это все не интересно это все вам не интересно он мне сегодня сестра сказал что она ездила на рыбалку и поймала рыбу я знаете в детстве тоже ездила на рыбалку мне это очень нравилось мне вообще в детстве покупали не покупали никакие куклы я в них просто не играла у меня была клюшка у меня был мяч меня было велосипед у меня были удочки причем сначала у меня было потом покупали брату какие куклы такая такая нудистика как у меня некоторые подруги ты что это же генетически заложено девочки играют в куклы мальчики играют в танки для меня дико это потому что я никогда не играла в куклы я играла в танки ничего нормально женственная тите на месте попа есть ни на каких девочек я не засматриваюсь так что кому как интересно на машине люблю водить машину вот нулю также люблю всякие платьишки люблю юбочки что это наверное не за может и генетически может это я такая это недоделанная или может быть наоборот переделанная но мне нравилось играть пишите в комментариях кому еще девочки вам нравилось играть футбол у меня вообще знаете друзья были очень почти все мальчишки мы играли знаете у нас какие игры были в детстве я помню была игра такая квадрат назывался чертили на дороге квадрат потом делили его на четыре квадрата и вот мяч передавался по этому квадрату мяч должен был трогать только один раз землю вот мы в этот квадрат а в зорницу мы играли по полям скакали блин какое было детство а офигеть просто деревья лазили блина курили палки где палка блин выбросила палку берешь такую палку ветку и типа куришь да еще знаете как эту ветку берешь двумя палками чтобы руки не воняли боже мой какая у нас была фантазия а сейчас смотришь на детей блин такая у них скукота вот у всех одно и то же вот эти вот игрушки электронные не то что мы эх и кстати я с испанцами разговариваю у них почти то же самое было у них они тоже играли в скакалки испанцы классики они играли в классики представляете вот во что еще но почти все те же игры у них были поэтому я с ними вот здесь так же разговариваем например о детстве и у нас очень много общего с детством потому что те же самые прыгалки те же самые скакалки, те же самые классики, что еще там мы играли. Вот все и то же самое у них здесь было, представляете. Так что не надо. Все мы одинаковые. Независимо от того, где мы живем, в какой стране и в какой части мира. Мне так кажется. Вообще все эти границы надо давно уже было стереть. И чтобы был мир во всем мире. Как в принципе было заложено Богом. Мы же дураки. Мы же постоянно ссоримся. Нам нужно морду драть. Нам нужно драться. Поэтому нас лучше разделить. Что-то я совсем заболталась. Ладно. Буду дела делать. Какое у вас было детство? У меня было такое классное детство. Хоть кино снимай. В общем вот так выгребаю я внутренности. Вот такая у меня ложка есть. Специальная. Вот. Внутренности потом понадобятся. И вот на противень. Складываем. И потом этот противень пойдет на 20 минут. Эти баклажанчики я не посыпаю ни солью, ни маслом. Прямо вот как есть. Так туда на 20 минут и отправляю. А здесь уже будут делать зажарочку. На, перчик. На. Лопа, вегетарианец. Тут у меня лук, морковка и перчик. Туда же я сейчас добавлю перерезанные баклажанчики. Потом еще добавлю шпинатика. Он уже мытый. И творожный сыр. Такая будет начинка. Очень вкусная. Всем советую. Да нереально вкусные баклажаны получатся. Зажарка почти готова. Даже это не зажарка, а такая тушенка, скажем так. И теперь просто запихиваем шпинат. Он потом вздуется, поэтому... Можно его класть хоть целую пачку. От него потом все равно ничего не останется. Просто мешать неудобно. Трава она и в Африке трава. И снится нам не рокот космодрома, не эта голубая синева. Я уже почти посуду все помыла. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая зеленая трава. Минутка. Музыкальная пауза. Продолжаем. Ну и когда это все уже почти готово. Видите, от спинатой и только вот зеленые корешки остались. Сейчас буду добавлять этот творожный сыр. И вот как творожный сыр размешается, все. Начинка готова. Все готово. Уже можно кушать. Это уже нереально вкусно. Но это для баклажанов. Вкусняшка. Все, это будет завтра готовиться. Ну все. И снится. Баклажанчики тоже уже приготовились. Стоят мои родины. Мне тут еще мультиварку надо домыть, немножечко протереть. и сколько кстати времени. И еще до гуляния до хрена времени. Я сейчас своего чучу смотрите у него. Видите, перья как-то облазят. Вот. И я посмотрела на него. У него вот где крылья, на пузе тоже прям такие открытые места. Прям вот как раны. Без перьев. Не знаю, что это такое. Может витамин малый ему или еще что. И что-то он сегодня не поет. То ли жара, то ли еще что. Чучи. Как это паса? А может быть, знаете, у него вот эта ванна, я ему ставлю, вот, это я сейчас выбросила из его кормушки старой, может быть, вот тут вот края такие острые, он может быть ранится об нее, когда купается. Вот попробую не ставить я ему больше эту ванну. Не знаю, есть у кого-нибудь птиц, что такое с ним случилось. Прям вот именно где крылья начинаются, видите, там вот чуточечка такая. У него прям там как рана. Ну, не кровотощащие, ничего, а просто там нет перьев. Если бы его кто-то драл, ну, что он дурак, тут никого нету. То есть, если бы его драл, то драл бы на голове или еще что-то где-то. А это именно вот где крылья. Да, чучи. И что-то он не поет у меня. Чучи. Соловей мы. Не знаю, пойду ему сейчас перчик сладкий дам. Яблука нету. Арбуз-то я не знаю, ест, не ест. Такая вот жалко птичку. Завтра, что я уже вот так вот просто без масочки не смогу идти. У нас сегодня в 12. Закон, не закон, как это назвать. В общем, что маски нужно носить везде, даже на пляже. Ну, если ты, конечно, купаешься и сидишь, загораешь, то нет, можно без маски. А если вот ты идешь к месту купания и загор... Ну, к месту загорания, наверное. Да, Чарли, да что ты туда-сюда бегаешь, как дурачок? Не найдет себе места. Ты нужно в маске. Куда я иду? Я иду к бухгалтеру. Он мне позвонил, сказал, что мне не хватает одной этой. Ну, в общем, за аренду один месяц я ему не дала бумажку вот эту вот. И он говорит, в мае как раз, когда мы сидели, он говорит, а ты не заплатила, что ли, в мае? Я говорю, ага, конечно, у меня такой арендодатель, что ему хрен не заплатишь. Ему по барабану, что там пандемия, что там кризис, ему без разницы. Ему вы не положи свой, как говорится, свои денежки. Так, ну что вы тут раздрагательству? Вот. Поэтому я распечатывала просто. Он мне присылает по электронной почте, мой арендодатель по электронной почте присылает все эти бумаги. И я вот, видимо, не распечатала. Он тоже только могу на воду сидеть, надо маску надеть. Ну, в общем, я ему позвонила, говорю, ты там, он говорит, там. Сейчас приду, все равно у меня мимо него гулять можно тоже. Так что вот такие вот у нас по центру еще пройдусь, пробздусь. Тут, походу, пожар был. Смотрите. Хорошо, что, наверное, пожарные вовремя приехали, чтобы это все пошло на те пальмы. воняет так горелым. Да, вот так вот. Там, наверное, животные какие-нибудь были. Типа крыс, наверное, мушей разных. Или, может быть, знаете, специально подожгли, чтобы вот это выжечь. Все, фиг его знает. Прилепили полочку. Надо вот это отодрать. Я сюда пыталась липучки прилепить, никак не прилеплялась. Сейчас вот это надо все убрать. Но я сейчас как раз в душ пойду и заодно все это умоюсь. Умою, помою. В общем, прикольно получилось, да, мне кажется. Главное, что удобно и легко мыть. Ну, все, друзья, я пошла в душ. С вами буду прощаться. Всего самого лучше. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok